9 мая патриотические организации Одессы собрались в сквере Небесной Сотни возле Одесской областной государственной администрации. Активисты высаживали деревья на аллее, где установлен памятный камень воинам-героям, которые отдали свои жизни за суверенность и независимость Украины. За последние несколько лет сквер, который находится возле здания Одесской областной государственной администрации, сильно изменился. И причем в лучшую сторону. Теперь тут стало намного чище и уютнее. И во многом благодаря неравнодушным одесситам. Сквер Небесной Сотни, где установлен памятный камень героям АТО, стал популярным среди патриотов. И вот уже который раз активисты фактически своими силами пытаются сделать его еще лучше. 9 мая представители общественных и гражданских организаций собрались на аллее воинов антитеррористической операции. Сегодня день памяти, 9 мая. И акция посвящена, конечно же, погибшим нашим героям, героям, которые защищали Украину во все времена. И сейчас, как мы видим, акция проходит уже активно, высаживаются деревья. Активисты высадили 20 либ закрытой корневой системы. Акция связана также с тем, что в городе, несмотря на указ президента о чествовании памяти героев АТО и Небесной Сотни, на деле ничего не происходит. И городским возрастям до этого совсем нет дела. Если, допустим, брать примеры других городов, мы видим, что создаются альпийские горки, ну, вот на таких памятных местах, и на это деньги абсолютно не жалеются. И стоимость таких горок, впоследствии их обслуживания, все это ложится на плечи городской громады. Я думаю, что Одесса в состоянии обеспечить содержание вот таких мест в достойном состоянии. Ну, а пока средства на облагоражение памятных мест из городского бюджета не выделяются, Одесситы своими силами делают то, что, по их мнению, очень важно и необходимо. Я считаю своим обязаном быть сейчас здесь, потому что с большой повагой и склоняюсь перед теми хлопцами, которые погибли в зоне АТО, склоняюсь перед их батьками, матерями, женщинами. И это маленькая-маленькая-маленькая ознака, которую мы можем сделать для этого. И память про этих хлопцов будет всегда в наших сердцах и в наших умах. Мы узнали о этой акции, сразу решили принять участие, потому что сегодня такой день, день памяти. И мы должны не делать конфликты, а должны помнить, что дяди и наши батьки добивали эту победу, чтобы мы сегодня жили в мирном небе, при зелене, чтобы место процветало, а не воювало друг с другом. Очень надеемся, что этот сквер не постигнет участь французского бульвара, где были сломаны молодые деревья, высаженные активистами. Ну а городские власти, наконец-то установят давно обещанный мемориал. Денис Шуцила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг.